Сегодня я зачитаю историю от подписчицы, но она более такая психологическое, человеческое, не про отношения. Кому нравятся такие выпуски, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, это помогает продвижению видео в сетке YouTube для привлечения новых зрителей. Так что давайте приступим, я начинаю зачитывать историю. Я бы хотела с вашей помощью разобрать ситуацию, которую я не могу до конца понять до сих пор. Я несколько лет проработала в одном коллективе в обычном российском городе. Уже больше года как уволилась, но до сих пор не могу понять истинные причины того, что произошло. Мне 40 с лишним лет, у меня есть дочка, я не состою в браке. Поначалу все было хорошо на работе, со временем стала замечать, что меня как-то подкалывают жесткие какие-то шуточки со стороны коллеги происходят, не с моего вообще отдела, не смешные, и я стала периодически как-то закрываться, сижу, работаю, молчу, начинаю как-то коситься, что это с ней типа такое происходит. А с начальником отдела, если она вызверилась, ну видимо злая была, да, на меня, или ни за что, я замолкаю и несколько дней не отвечаю. Это вызывает, видимо, еще больше психоз у всех вокруг, а я не знаю, как легко общаться, когда тебя откровенно, например, оскорбили и не делают попыток все исправить, поговорить и так далее. Я считаю, что это норма закрыться в такой ситуации и не хотеть контактировать с людьми. Я по работе все, что надо говорю, но болтать по поводу, по погоду, природу и всякое такое прочее мне не хочется. Так что по работе вопросов ко мне никогда не было, всегда ответственно относилась к работе, все, что надо, и делала, если задерживаться, помочь без проблем. Могла и дома поработать без проблем, даже если на меня на работе наорали. Но я на работу не переносила свои домашние эмоции, а работу не уносила домой. Я бываю гипероткровенно, могу рассказать о себе практически все. Я знаю, что в женском коллективе надо обязательно ответить на вопрос, замужем ты, есть ли у тебя дети, с кем живешь, был ли у тебя брак и так далее. Я за много лет работы привыкла уже к этому. Я стала понимать, что коллега все сказанное мной когда-то перекручивает, какой-то другой смысл этому придает, додумывает все это, а потом сплетничает и разносит в офисе обо мне за спиной. Чего на самом деле я, скорее всего, и не говорила даже. В общем, я была в шоке, когда поняла, что она обо мне что-то там придумывала. Но я не буду здесь приводить подробности. В общем, делала она из меня какого-то монстра. А так как она очень харизматичный человек и среди нас простых она всегда влияла на весь коллектив, если она была поначалу нейтральна, то за год нашего работы и общения до моего увольнения мне стало просто прилетать от нее и от других с ее подачи. Травля началась, потихой стала эта травля усиливаться. Находились какие-то ссоры, конфликты. Это длилось пару месяцами, это было так тяжело. Я поняла, что у меня скоро, наверное, будет какой-то сердечный приступ, потому что таблетки от давления и пульса мне уже перестали помогать. И точка наступила, когда эта коллега стала считать, что я пришла раньше на работу, чтобы украсть, например, что-то. Я в таком шоке была. Начальница моя стала демонстративно ходить в туалет, забирая какие-то свои ценные вещи со стола. Вот это и была вот такая травля подобного рода. Я, конечно, могла бы делать вид, что ничего не происходит много лет еще, но я отпишу о том, что я чувствовала в тот момент, и работать вот так всегда я, конечно же, не хотела. Обратиться за помощью никому нельзя. Все пришли туда по блату, и меня так получилось взяли по объявлению. Директор в это не лез, работа делается, и ладно, ей важен был результат. Разбираться в ситуации в коллективе с кем-то там из блатных никто, конечно же, не собирался. Все были уверены, что на такой хорошей работе мама-одиночка с кучей кредитов должна держаться при любой травле. Но я предела такого не имею. И я написала заявление на увольнение, отработав еще больше месяца и обучив нового сотрудника. Я передала все дела подробно, ничем должна им не осталась. Я понимаю, что я не права в чем-то. Я могу быть обидчива, я подмечаю любую мелкую реакцию. Я с мыслительной жвачкой хожу, думаю иногда о конфликте. Я не замечаю, что мной, например, недовольны. Я говорю в лоб иногда что-то, что другие не скажут и промолчат. И я, оглядываясь на свою рабочую жизнь, поняла, что я всегда лояльно относилась к руководству. Наверное, таких, как я, не любят исполнительно и не боюсь разговаривать с руководством и так далее. В общем, я там была белая ворона. Сейчас у меня все хорошо, работаю одна, но до сих пор я в шоке от того увольнения. Я не могу понять, почему меня до сих пор это не отпускает. Я не первый раз так увольняюсь, ничему меня, видимо, жизнь не учит. Значит, спасибо вам за вашу заботу о женщинах и вообще о семьях. Смотрите, что я вам скажу. Классный пример, потому что очень все по полочкам. Вы меня спросили, в чем причина. Почему я не могу дальше... Второй вопрос, почему я не могу это забыть и отпустить. Причина в чем? Причина в личных границах. У вас чисто такая видовая коллективная проблема была. Здесь не вопрос женского коллектива или мужского. Это может быть схема, структура конфликта подобного и травли абсолютно в любом коллективу. У меня на канале выходило видео отдельное про буллинг, про травлю в коллективе. Эти коллективы, садик, школа, институт, работа, коллектив, маленькие, взрослые, абсолютно не важно. Буллинг происходит в отношении слабого, когда есть доминирующий, сильный. На самом деле тот, кто буллит и агрессор, он сам подвергался более сильному воздействию и унижению себя. И, как правило, у него либо накопившаяся агрессия, когда он ищет человека послабее, ее вымещает. Либо он, в принципе, в этой агрессии и ищет всегда. То есть подвернулась ситуация, он стал агрессором и буллит кого-то. А так, казалось бы, в нем это не проявляется. Или, наоборот, он экстра агрессивный и ищет. Вообще всегда в поиске, когда бы слабого кого-то где-то опустить. И он так систематически себе поднимает самооценку, выпускает свою агрессию. Все эти действия у него формируются для того, чтобы стало легче продолжить как-то жить. Потому что выместить свою агрессию на конкретного своего обидчика он не может, потому что он слабый. Вот у вас сейчас, почему вы не можете отпустить, до сих пор думаете, как в голове жвачка, эту ситуацию? Потому что вы не можете простить, высказать агрессию конкретному своему обидчику. То есть вы не пошли буллить кого-то в ответ, опускать или замещаться. Но внутри у вас вот это все сидит. Вы обрабатываете, обдумываете, прожевываете. Как бы я могла сказать, доигрываете какие-то, возможно, фразы, ситуации, как бы я могла поступить. Или говорите себе советы, как я могу поступить. Или что я могла бы сделать. В общем, такой внутренний диалог, короче, идет. Что вообще произошло из ситуации об буллинге? Человек, который был агрессор, я скажу, сам травмирован, он вас увидел слабого человека. Изначально, как вы сказали, все было в порядке. Год – это приемлемое время, продуктивное абсолютно, все логично произошло. Вот, смотрите, первое время вас не знали. Вы нарушили, ваша ошибка единственная – это личные границы. Вы позволяете нарушать ваши личные границы и сами допускаете это нарушение и не держите своих личных границ, когда вы про себя все рассказываете. Вообще, меня заинтересовала фраза. В женском коллективе надо ответить на вопросы, кто ты, что ты, с кем ты спишь, ешь там замужем, не замужем, вот это стандартное. У меня вопрос, а кто сказал, что это надо? Нет. Это в вашей голове, у вас есть установка, и это ответ на эти вопросы личные. Нарушение, вот показатель, например, личных границ. То есть, ваши личные границы нарушались гораздо раньше. Вы выучены с нарушением границ, вы не знаете, как их отстаивать, или не умеете, или не знаете, или не хотите, позволяете. И вы уже пришли вот в этот коллектив, то есть, с готовым человеком без личных границ. Поэтому для вас, как вы сказали, у меня уже был до этого такой же опыт неприятный. Тоже проблемы были, да, про личные границы. То есть, проблема в вас, проблема в ваших личных границах. Просто в новых коллективах, вы вообще по жизни, вы встречаете людей, которые травмированы, агрессивны. Когда они видят человека, который позволяет нарушать личные границы для этого человека, вы ведомо слабой позиции. И он позволяет больше наседать, гнобить, булить, на самом деле, понижать вашу самооценку. Но для чего он этот, я рассказала, ну или для одобрения в коллективе, завоевать позиции какие-то, их одобрения, напугать, при этом, как правило, очень часто, чтобы никто не смел его, например, булить и так далее. В общем, у него свои какие-то цели. Как говорите вы фразу, жизнь меня ничему не учит. Да, вы из раза в раз так и не научились отстаивать свои личные границы. Человек, который не умеет отстаивать личные границы. Очень часто это формируется, когда мы делаем то, что мы не хотим и живем не по своим желаниям, а так, как надо. Личные границы нам очень часто нарушают наши родители. Очень удобен ребенок, который ничего не просит, ничего не хочет и делает то, что приказывает, заставляет делать взрослый, делать родителей. Полное подчинение. И тогда ребенок учится, что хотеть ничего не надо, и личные границы нарушать, задавать неудобные вопросы, заходить в комнату без стука, ничего не хотеть, не говорить о своем желании, это норма. И так мы идем в коллектив, в люди, в социум, и другие люди более сильные это считывают и начинают этим пользоваться для своих целей. Что бы вам я могла порекомендовать в будущем для работы, это не только про коллектив. Вот такие истории могут быть с компанией, с друзьями, с одноклассниками бывшими, встречаться будет вообще неважно, что с соседями. Буллинг идет, когда заведомо чувствуют слабого человека. Вы свою слабость показываете нарушением границ, когда вы вываливаете всю информацию в новом коллективе про себя. Вот у вас два золотых железных правила. Первое. Я никогда не начинаю ничего про себя сама рассказывать, если у меня об этом не спросили это раз. И два. Когда меня о чем-то личном спрашивают, если я чувствую, что мне брать это рассказать не хочется, мне это неприятно, эта тема про развод, про бывшего мать-одиночка, про кредиты вы говорили, да? Мне не хочется так себя позиционировать, я и не должна это рассказывать. Так что, если мне не хочется, я имею право отказать, не отвечать на эти вопросы. Моя задача жить по моим желаниям. Если мне не хочется, нет желания, то я это не делаю. Я знаю, почему вы в коллективе, прямо сказали, надо в коллективе, прося все выложить, сначала ответить на такие вопросы. Тем самым вы хотите расположить к себе людей, показать, я такая же, как все, я так же рассказываю, как и вы, втереться, назовем так, в доверие, получить некие открытые двери для себя. Для чего? Для принятия. Вам важно, чтобы вас принимали. Назовем так, чтобы вас любили, да, чтобы к вам были расположены. Вам страшно. Если я не буду отвечать на их вопросы, не буду позволять нарушать свои личные границы, то я сразу стану изгоем. Меня не примут в коллектив, у нас не будет связи, у нас не будет доверия. Меня там, не знаю, на чай, кофе на перерыве не позовут или что-то подобное. Но тут это остается в вопросе. Понимаете, результат один и тот же. Если вы боитесь отказать и быть изгнанным, но, увы, рассказав о себе и супер выложив, нарушив границы, тоже отказались изгнанным. Результат один и тот же. Но в первом результате, если вы рассказывать ничего не будете, про вас не будет никакой информации. Вам по самому больному, гнобежки бы этой, вот этого процесса больного, неприятного, бульника, его бы не было. Я вам такую дам информацию. Это мой личный опыт по жизни. Вообще, моя дипломная работа в институте. Красный диплом, мне просто так дают, да. Моя дипломная работа была написана про коллектив, про взаимодействие в социуме. И практику я свою проходила, и базу брала в школьном коллективе у детей. Я была как раз классным руководителем какое-то время. Это была моя практика педагогическая. Так вот, смотрите. Сама суть. Чем мы меньше даем людям о себе информации, вербальной и невербальной в том числе, давайте меньше эмоциональных реакций. Чем меньше окружающие знают словесно о нас и наших эмоциональных реакций, тем им труднее подобрать ключик общения к нам. Это про манипуляторов, например. Чем меньше про нас знают, это очень хорошая подходящая сюда поговорка, меньше знаешь, крепче спишь. Вот это та история. Чем мы меньше даем информации о себе, тем меньше будут последствий. Это не говорит про то, что быть закрытым, никого к себе не подпускать. Нет, я скажу некрасивую фразу. Фильтруйте свой базар. Фильтруйте, что вы говорите о себе и как говорите. Все. Это залог всего. Чем меньше, вот как правило, если о вас что-то говорят, вы где-то растрясли про себя, растрендели, проговорили. Есть отдельные случаи. Люди, назовем так, не очень здоровые. В тот же коллектив, например, возьмем, да, когда у вас такой элемент был, про меня додумывали, переворачивали, перекручивали, выдавали какую-то информацию, которая не является действительностью. Да, это может быть. Но это экстра нездоровый человек. И реально вопросы к психике этого человека. Он хочет за счет вас этой ситуации поднимать свою самооценку, создавать свою личную жизнь. Живет личной жизнью других людей, да. Это вот пример в коллективе такого человека, который додумывает и придумывает то, чего нет, для создания инфоповода, да. Чтобы ей было о чем посплетничать, посудачить, пообсуждать. Что она в этот момент берет? Контакты или уважение, или заисковение, или интерес, признание, любовь, в том числе, у этого человека, с которым она вас обсуждает. То есть это создается видимость отношений, общения. У нее нет внутри огонька, эрудиции, каких-то качеств, чтобы заинтересовать человека своей личностью. Ей надо создать интересную, грязную какую-то тему о другом человеке в коллективе, принести это и вот на уровне сплетников типа это обсуждать. Заинтересовать чем-то надо. Что человек этим делает? Поднимать свою самооценку. То часто это делают ограниченные, одинокие люди, у которых недостаточно контактов. И заводят они контакты вот таким способом. Придумывая, фантазируя, создавая то, чего нет. Но это на грани психического расстройства, честно скажу, да. Когда люди создают реальность, которая не существует, потом в нее начинают верить, доказывать, что это на самом деле. Ну, в общем, это не суперздоровая история. По нормальному, по здоровому нормальной психике, это когда ты интересуешь людей собой, своей личностью, своими интересами, хобби. Ты можешь поддержать разговор, дискуссию какую-то. С тобой интересно общаться. Тебе не приходится выдумывать искусно, тем более не про себя даже, а про других каких-то людей, вообще сторонних, втягивать, какие-то козни создавать и так далее. Это вопросы самооценки. То есть у человека самооценка низкая, он не вижет своей ценности, значимости, и он не может притянуть, назовем так, завладеть вниманием других людей как личностью. Он бы до этого придумывает какие-то трэш-истории и так далее, сплетни и тому подобное. Какую-то жизнь вокруг себя формирует, типа микроорганизм такие распускает. Вот что я могу сказать. То есть у вас вся проблема закончится, когда вы начнете соблюдать личные границы. Приходите в новый коллектив, с новыми людьми вообще общаетесь, про себя ничего не рассказываете, пока вам не зададут вопрос. А когда вам вопрос задали, вы для себя оцениваете, я хочу вообще об этом говорить или нет, я имею право отказать. И обязательно отказывайте. Если у вас нет понятия личных границ, заранее для себя, прям на листочек выпишите, простройте для себя схему, какие темы окей обсуждать, а какие темы личные. Например, мой ребенок, на что я живу, какая зарплата, есть ли у меня мужчина, любовник или нет, есть ли у меня кредиты или нет и тому подобное. То есть создайте себе лист топ тем, табу закрытых, табуированных, которые я не обсуждаю ни с кем, вообще только кроме своих родных, близких, если вообще с ними тоже хочется это обсуждать. У вас проблема в том, что у вас регулярно стирались, вы выучены без личных границ, у вас нет этих тем, вы не знаете, что можно, а что нет. Создайте это для себя, эти понятия для начала. Если у вас даже нет базы, типа, я даже не знаю, без опыта, что да, что нет, что можно, что нельзя рассказывать, сделайте выводы из вот этого опыта на работе. Что мусолились, обсуждались, какие темы в вашей жизни, личные кредиты, ребенок, тра-та-та-та-та-та. Вот это и есть тема, которую бы вам не хотелось обсуждать. Просто в силу незнания какого-то, вы не табуировали, не закрывали личные границы. Теперь вы пишите то, что обсуждали, что вам делало больно, что вам было неприятно, что обмусоливалось про вас. Соответственно, теперь запомнили, и на эти темы мы с незнакомыми людьми, дальними на работе не общаемся. Вот такой вывод. Напишите в комментариях, попадали ли вы в подобные ситуации. Я думаю, вполне возможно от этого никто не застрахован. Это может пройти и в работе, и в коллективе, в любом абсолютно. Коллектив это больше четырех человек. Все это может быть везде. Вот эти сходни, россказни у друзей, в школе, в институте, где угодно. У соседей тоже самая история. Любая малая группа уже к этому склону. Потому что у нас там есть лидер, есть свита лидера, есть звезда, может сформироваться. Ну, условно, там пять человек для этого надо, да, есть изгой, все, пожалуйста. Пятерка сформирована. Дальше все эта история начинается. Кому нужна или интересна со мной психологическая консультация, индивидуальная по скайпу, то, пожалуйста, в инфобоксе моя почта напишите туда тема письма консультации. Если вы хотите прислать свою историю для видео ответа на канале, то присылайте также на ту почту тема письма, история от анонима, я разберу, отвечу на нее видео. То есть два формата взаимодействия со мной есть. Вы присылаете на почту запрос на индивидуальную консультацию за оплату, либо это бесплатно, абсолютно анонимно, на канале видео ответ на ваше письмо. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в следующих видео.